Матвей Генрихович Манезер Матвей Генрихович Манезер Матвей Генрихович Манезер Матвей Генрихович Манезер Испугавшийся отец собрался уже звать слесаря, чтобы распилить решетку. Случайный поворот головы и последние усилия избавили от тисков решетки. У нас было пятеро детей от первого брака и четверо от второго. Мы, дети, постоянно проводили время в мастерской, когда отец работал. Вечерами отец читал нам, мы же слушая рисовали. Пребывание среди картин, рисунков и слепков, безусловно, способствовало тому, что я стал художником. Но ни одной минуты я не предполагал стать живописцем. Я хотел стать скульптором. Что представляла собой Академия в мое время? Темы задавались главным образом из мифологии и истории. Испокон веков мировое искусство черпало темы из этих источников. Оперируя традиционными, уже выработанными в прошлом, образами, студенты сосредоточивали внимание на решении композиции в собственном смысле слова. Диплом художника Манезер получит в январе 1917 года. Из Академии он вынесет прекрасную профессиональную подготовку и сформировавшиеся эстетические позиции. Но пока он не представляет, что всего через несколько месяцев столкнется с целым рядом уже не эстетических, а острых общественных задач, к решению которых Академия его вовсе не готовила. Я оказался лицом к лицу с нахлынувшими на меня новыми мыслями, новыми чувствами, новыми волнующими впечатлениями. Мир перестраивался. Жизнь переделывалась на наших глазах. В эти годы, по указанию Ленина, первые шаги в советской истории совершает монументальная пропаганда. В этой работе мне участвовать не пришлось. Коллегии по делам искусств при Наркомбросе, состоявшие целиком из художников-формалистов, меня, как лауреата Академии, к ней не допустил. В 1918-1919 годы я преподавал в средней школе и работал как музыкант-профессионал. Летом 1918 года играл в симфоническом оркестре в Павловске, затем участвовал в концертах. Осенью 1919 года поступил в консерваторию на старший курс. С особенным чувством вспоминаются вечера серьезнейшей музыки, протекавшей в темных, холодных клубах. Однако и в лучшую пору моей музыкальной деятельности я не в музыке представлял себе свое будущее. Чувствуя, что мое настоящее призвание – скульптура, я никогда не расставался с ней совсем. Я стоял на перепутье, ощущая внутреннюю невозможность примкнуть ни к одному из художественных объединений и переживая пору мучительных поисков того, что и как должен я сказать зрителю своим искусством. И вот своего рода перелом – приглашение в Москву и исполнение рельефа рабочей. Работая над памятником, я столкнулся с рядом специфических особенностей монументальной скульптуры. До всего приходилось доходить чутьем и размышлением. Памятник Володарскому был не только первой моей работой, отлитой из бронзы, но и первым по времени бронзовым памятником Советскому Союзу. В самом начале своей работы я пришел к твердому убеждению, что искусство, нужное народу, должно быть искусством реалистическим. Это принципиальная, определяющая позиция художника. Она ярко заявлена в его крупном, монументальном произведении «Памятники жертвам Кровавого Воскресенья», что на бывшем Преображенском кладбище в Ленинграде. Почти сорокалетний манезер с огромным внутренним напряжением ищет соответствие своего пластического языка новому, революционному содержанию. Я хотел выразить не только скорбь о погибших, но и призыв к борьбе. Поместив на пьедестале памятника рельеф и увековечив типа рабочих участников шествия, я не счел возможным увенчать памятник какой-либо портретной фигуры. Поместил на пьедестале фигуру, символизирующую мощь и силу рабочего класса в целом. Манезеры и впоследствии будут привлекать тему высокого гражданского и героического звучания. Легендарный начдив Чапаев. Манезер сумел по-своему увидеть его облик. Он посвятил Чапаеву первый советский монументальный ансамбль с конным памятником. Таких памятников два. В Ленинграде и Куйбышеве. Эскизов множество. Точный, выверенный типаж. Один из основных художественных принципов Манезера. Огромная предварительная работа. Характерная особенность его творчества. В результате была успешно решена не только сложная скульптурная задача передать совместные движения застывших в бронзе фигур, но и задача градостроительная. Памятник оказался сооружением неотделимым от архитектурной среды города. Мне приходилось с скульпторами работать довольно много, но я мало встречал таких мастеров, как Матфей Геннадьевич, которые так бы хорошо чувствовали архитектуру. Вспоминает архитектор Рожин. Будучи чрезвычайно широко образованным и эрудированным человеком, он не хуже архитектора. Понимал, какую роль играет градостроительная ситуация в памятнике. Моё первое знакомство с Матфеем Геннадьевичем Манезером относится к годам, когда я был студентом Ленинградской академии художеств и архитектурного факультета. Матфей Геннадьевич тогда преподавал в академии рисунок у нас на штурмном факультете. И я получил очень много полезного и интересного от работы вместе с ним. Надо сказать, что преподаватели у нас были чрезвычайно разнообразные. Рядом преподавали Петров Водкин и Матфей Геннадьевич. И, может быть, именно от такого сочетания занятия по рисунку становились ещё более интересными. Потом наши следующие знакомства, встречи состоялись после значительного перерыва. В 1955-1956 году Матфей Геннадьевич пригласил меня работать с ним над рядом памятников, которые он в это время делал. Матфей Геннадьевич Матфей Геннадьевич 30-е годы. Все меняется на глазах. Бурная реконструкция не только взрывает городской облик. Она видоизменяет и почти неуловимый, подвижный, сложный духовный мир современника. Мастер вновь тщательно отбирает материал для своей работы, ищет яркие социально-психологические типы. В скульптурных портретах этого времени Маннезер отразит оптимизм и веру, романтическую истремленность в будущее, радость труда и созидания. Современник в скульптуре. Таково пластическое решение станции метро «Площадь революции», где Маннезер вновь выступил своего рода первопроходцем, смело ввел круглую скульптуру на подземной улице и площади столицы. Герои первых пятилеток, гражданской войны, октября. Эти образы – серьезные художественные документы эпохи, ценность которых с годами становится все более отчетливой. «Площадь революции» Пройдет всего два года, и люди, чьи просветленные романтические образы донес до нас скульптор, шагнут в войну. Эти солдаты сегодня примут бой, и для кого-то из них он будет последним. Многих сыновей потеряет наша Родина. Даже в первые трагические месяцы войны, когда сапог захватчика осквернял нашу землю, Маннезер понимал, он обязан дать своему зрителю чувство уверенности, пластически высказать предощущение победы. Не было в стране человека, чье сердце не ворвалась бы война, оставляя рубцы незаживающей памяти. В жизнь Маннезера война вошла под знаком варварских разрушений памятников архитектуры и искусства трагической судьбой любимого Павловска. Еще не скоро реставраторы вернут к жизни эти руины. Сейчас на земле основная работа – солдатская. И Маннезер числит себя солдатом армии искусств. Он всю жизнь как бы держит себя под ружьем. Его поистине воинская дисциплина и работоспособность удивительны. Ему уже пятьдесят. Он известный в стране мастер. Но он не дает себе ни дня отдыха, ни недели передышки. В первые же дни войны Маннезер приступает к серии скульптурных портретов воинов и партизан. Образ человека военных лет – особый образ. Уходит романтическая приподнятость, которой отмечены маннезеровские скульптурные типажи 30-х годов. Он рассказывает о несгибаемости народного духа, о силе народного противостояния. Станция метро «Измайловский парк». Три поколения борцов. Скульптор использует разницу возрастов своих героев как символ нерушимого единства советского народа в борьбе с фашизмом. В оптимистическую трагедию Зои Космодемьянской Маннезер вплел мотивы античности и возрождения, сообщив девическому образу своеобразную мудрость веков. Так классические традиции, когда-то впитанные Маннезером, вдруг приобрели неожиданное эмоциональное звучание. Победу Маннезер встретит в Москве. С радостью узнает он о восстановлении родного Ленинграда, о возвращении на прежние места уцелевших памятников. Но сколько их погибло, сколько придется восстанавливать и самому Маннезеру, многие произведения которого тоже не пощадила война. Однако скульптор не был бы самим собой, если бы не продолжал поиск огромную, постоянную внутреннюю работу. Привыкший с детства уважать целеустремленный труд и человеческую волю, скульптор ставит перед собой все новые и новые задачи. Человеческое восприятие теперь с радостью откликается на мирные темы. Зритель истосковался по пластическим решениям, основным пафосом которых выступает красота. Сразу после войны Маннезер исполняет серию обнаженных фигур, обращаясь на этот раз к жанру станковой скульптуры. Я, увлеченный работой над памятниками, не менее других повинен в том, что мало занимался станковой скульптурой. Руки, как говорится, не доходили. Спортивные зрелища Многие помнят, какое место они заняли в жизни послевоенного человека, какой всенародной популярностью и любовью пользовались звезды советского спорта, становясь подлинными героями дня. Многие помняты, как говорится, Физкультура и спорт – одна из постоянных тем творчества Маннезера. Еще в 1926 году им была исполнена серия призовых фигур. К спортивной теме он обратится еще не раз и внесет в нее немало новых мотивов. Маннезер воспринимал спорт как возможность еще одного творческого ракурса рассмотрения человека. Понимание физического строения человека, усвоение смысла перемен, происходящих в человеческом теле вследствие того или иного движения, объяснение каждого нюанса форм – вот что должно занимать скульптур. Исчерпывающее объяснение смысла видимого может быть лишь дано на основе знания пластической анатомии. Маннезера – целая династия в искусстве. Дети Маннезера, как и он сам когда-то, принимали из рук родителей эстафету семейной профессии. Однажды на уроке рисования в школе… Вспоминает Гуга Матвеевич, живописец. Рисуете, я, знаешь, раз, раз вот так вот на бумажке и сижу, готов, а что-то. Она так сзади подходит и говорит, ну что же у тебя листья-то все одинаковые? И даже это вроде не листья, а там-то они ведь разные. Да, я вижу разные, ну, а ты можешь сделать разные? Конечно, могу. А я и сделал такие, как они, там есть, для меня не было проблемы. Но вот сделать так, как в натуре, подсказала учительница в школе. Вот это вот воспоминание меня вдруг как-то удивило. Это значит, что дома никто ни словом никогда не обмолвился о том, что ты делаешь не так. Ты делаешь не то, что, может быть, нужно было бы. То есть вот даже элементарного какого-то такого вот давления в смысле педагогики дома не было. Делать так, как тебе хочется, делать то, что ты считаешь нужным. Ну, в общем-то, сейчас уже с этого возраста, я думаю, ну, вроде как, расцветает. Там видно будет. Я в этом сейчас абсолютно убежден, что основа всего рисунок. Нужно научиться рисовать. И чем раньше, тем лучше. И, вы знаете, где-то я, хоть, естественно, только что вам рассказывал, что к нам никакого давления не было в отношении вот занятий творчества, но то, что не была дана школа с раннего детства, в этом, может быть, где-то и в упущении. Потому что сам отец ведь учился рисовать с детства. Однако домашняя педагогика Манезера совсем не походила на его профессиональное преподавание. Отец в течение всей жизни занимался... Вспоминает Отто Матвеевич, скульптор. ...период его преподавания в Академии художества в Ленинграде. Там он ввел класс рисунка, в дальнейшем ввел скульптуру. После военный период он преподавал в Институте прикладного декоративного искусства, а дальше в Государственном художественном институте имени Сурико. Я учился у него в течение трёх лет. Как проходило его преподавание, то есть в чём заключались его не лекции, а, так сказать, практические занятия? Он сначала рассказывал о конструкции, о пропорциях, о пластике. Но в тех случаях, когда студент не понимал, или как-то до него не доходило, то он снимал пиджак, брал стеку и какое-то место лепил, предположим, плечо. Этот кусок он доводил до стадии звона металла и говорил, вот, сделай так другую половину. Одной из основных граней творчества монументалиста Майнезер всегда считал участие в конкурсах. Ещё до войны, по конкурсному проекту, им был создан памятник Тарасу Шевченко в Харькове. Пересмотрев почти все его автопортреты, изучив его посмертную маску, я настолько ясно себе представил его рост, походку, выражение лица, глаз, улыбку и даже голос, что, кажется, встретя его живым на улице, я нисколько не удивился бы. Конкурсный проект Майнезера после трёх туров был признан одним из лучших. Скульптор принимает смелые решения, создаёт не просто памятник писателю, каких немало во многих городах и странах, но памятник литературно-исторический. Воплощая эту, своего рода историко-революционную драму в граните и бронзе, Майнезер обратился за помощью к группе актёров театра имени Шевченко в Харькове. Артисты были не просто натурщиками, но и советчиками, соучастниками творческого процесса. Особенно тепло вспоминает Майнезер Наталью Ужвей, позировавшую для Катерины. Шестнадцать фигур, окружающих пьедестал, рассматриваются главным образом на близком расстоянии. Фигура Шевченко гигантского размера в три натуры. Шевченко трактован мною как поэт-революционер, демократ и бунтарь. Отец не любил отдыхать, так как это, может быть, общепринято, что ли. Хотя были несколько поездок, я вспоминаю, на юг, когда он вместе с нами, всей семьёй, уезжал в Крым. Но вспоминаю, что каждый раз, дня через два-три он оттуда вылетал, оставляя нас там. И каждый раз торопился скорее вернуться сюда, в мастерскую, для того, чтобы, видимо, воплощать свои родившиеся идеи. Я помню и такие случаи, когда мы с ним ездили куда-то, даже в другой город на машине. И вот если с машиной что-то случалось в пути, нужно было ремонтироваться. Отец выходил из машины и шёл туда, куда мы должны были ехать. Он не терпел остановки в пути, но, видимо, весь характер его диктовал двигаться дальше, идти вперёд. На этом пути Манезер остаётся верен всем скульптурным жанрам, среди которых одним из любимых был портрет. Особо удаются ему работы, связанные с музыкой. Портрет композитора Глазунова Балерина Галина Уланова Оперный певец Рейзен Народный артист Ершов Композитор Дмитрий Шостакович Оперный певец Рейзен Глубокий и уважительный интерес к людям, составляющим гордость национальной культуры, объясняет и постоянную привязанность Манезера к пушкинской теме. В его творчестве множество мотивов связано с именем великого поэта. Вот мотив утраты. Обелиск на месте дуэли на Чёрной речке, где до сих пор отдаётся печальным эхом тот роковой выстрел. Перенесён свой взор из старого Петербурга пушкинских времён в Москву. И мы вновь встретимся с образом поэта в трактовке Манезера, бюстом в нише здания библиотеки имени Ленина. Строки пушкинской лирики воплощены в проектах «Брожу ли я вдоль улиц? Здравствуй, племя молодое!» Памятники ставятся тем, кто того заслуживает, то есть лучшим людям. Как бы приближение к ним, желание понять их, чтобы затем создать их образы, это не проходит бесследно. Живёшь всё время как бы в окружении этих людей, общение с которыми даёт высшую радость. Памятник Илье Ефимовичу Репину, установленный неподалёку от Рядяковской галереи. Это, кстати, один из многочисленных вариантов решения образа Репина. Скульптор перепробовал десятки пластических вариантов. Интересно, что он заканчивал любой эскиз, даже не удовлетворявший его. Он не терпел никакой незаконченности. Тема деятелей науки это огромный пласт в творчестве скульптора. Восемь решений образа Менделеева, несколько Павлова, семь решений образа Мичурина. А вот уже плеяда деятелей советского государства. Им сделано так много, что даже не верится, что это сделано одним человеком. Свыше сорока лет творческого труда посвящает он ленинской теме. Памятник Илье Николаевичу Ульянову. В Ленинграде мемориальный памятник матери и сестрам Владимира Ильича на Волковом кладбище. Волковом кладбище. Еще в 1924 году Манезер принимает участие в конкурсе на памятник Ленину у финляндского вокзала. Изучение документов, киноматериалов, снимков. Эскизом нет счета. Идет поиск жеста, пропорций, силуэта, поворота головы. Строго выверяется портретное сходство. Манезер жадно впитывает весь опыт, накопленный советским искусством в работе над образом вождя и переплавляет в своем сознании монументалиста. Проекты, область, в которой мне едва ли не больше, чем в какой-либо другой, пришлось поработать. Не все то, что проектируется, осуществляется. Пока в проекте скульптор не почувствует наличие монументальности, хотя бы выраженной намеком, до тех пор проекта памятника еще нет. Момент появления монументальности всегда остро запоминается. Иногда она может быть замечена в каком-то одном повороте или ракурсе и уже потом ложится в основу работы. Иногда она сразу ощущается, и тогда проект можно считать в основном решенным. Продолжение следует... Мы все художники, работаем очень много... Скульптор Кибальников. Наша обязанность, задача, самая главная, любовь, любовь к вождю, к Ленину. Все стремимся создать монументы, и все волнуемся, и не знаем, как, чтобы его показать величественно, во всех отношениях. И бывает, так сказать, слабости, бывает удачи. Но вот я считаю, например, его потрясающе, изумительное решение образа Ленина, это в Ульяновске. Это Ленин. Я присутствовал на открытии этого памятника. День был ясный, но необычайно ветреный. С трудом удалось снять с фигуры покрывало, так сильный ветер прижал его. Прежнее название города Симбирск значит «Город семи ветров». Неожиданно именно эта композиция оказалась для Ульяновска наиболее уместной. Спустя 18 лет, в 1958 году, по этому же эскизу будет создана скульптура для советского павильона Всемирной выставки в Брюсселе. К 90-летию Ильича скульптура установлена в Лужниках. Майнизер будет продолжать работу в ленинской теме до последних дней своей жизни. Майнизер будет продолжать работу в Лужниках. На бывшей московской окраине среди высоких жилых корпусов расположен этот дом. Здесь прошли последние годы художника и все напоминает о нем. В мастерской все бережно сохранено, как было при жизни хозяина, народного художника Советского Союза, академика Матвея Генриховича Майнизера. Это был воинствующий и принципиальный реалист. Не только лаврами увенчан его жизненный путь, но и завершил его Майнизер на посту вице-президента Академии художеств СССР, где ведал вопросами художественного образования в стране. Он оставил сотни учеников и последователей, теоретические работы, книги, преображенные площади городов, массу проектов, идей и замыслов которых хватило бы еще не на одну творческую жизнь. Теперь этот дом своеобразный семейный музей. Но нет здесь музейной тишины. Звук скульптурного молотка постоянно слышится в этих стенах. Не только дети, но уже и внуки Майнизера продолжают его дело. КОНЕЦ КОНЕЦ Насколько длителен и труден процесс работы скульптора, настолько он радостен. От тебя зависит весь успех произведения. Это волнует и наполняет жизнь большим хорошим содержанием. Сочувствие зрителя всегда было мне высшей наградой. На всем протяжении моей деятельности мною руководило одно желание создать произведения, отвечающие на запросы нашего народа. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ